Меня зовут Ирина Зартайская и сегодня я хочу прочитать вам книжку из серии про пряника и вареника и эта книжка называется Дождь. В одном лесу, где деревья высокие, а трава низкая, живут два лучших друга – бурундук-пряник и барсук-вареник. Проснулся пряник однажды утром, посмотрел на улицу, а там дождь. Ой-ой-ой, вздохнул пряник, а мы-то с вареником гулять собирались. Тем временем вареник тоже высунул нос из норки и тут же засунул его обратно. Фу, какая мокротища, фыркнул вареник. Как же мы с пряником гулять будем? Надо взять зонтик, подумал пряник. Он перерыл весь чулан, заглянул в сундук и под скамеечку, но зонтика так и не нашел. Эх, надену-ка я дождевик, решил вареник. Снял дождевик с вешалки, сунул в рукав одну лапку, вторую – хр! Ой, рукав оторвался. Вот не везет. А дождь еще громче застучал по крыше. Ай-яй-яй, причитал пряник. Вареник, наверное, уже весь промок, пока меня ждал. Ух-ухо, засуетился вареник, увидев, что вода стала затекать в норку. Пряник уже, наверное, лапки промочил. Надел на голову кастрюлю и побежал на полянку, где они с пряником встречу намечали. Бежит вареник, спотыкается, все кочки пересчитал. Ему же из-под кастрюли ничего не видно. Вдруг как стукнется обо что-то. Бамс! – шлепнулся вареник. А сверху его еще и кастрюлей накрыло целиком. А вокруг звон стоит на весь лес. Что случилось? – затаился вареник. А совсем рядом пряник под другой кастрюлей сидит. Он, оказывается, таким же способом решил от дождя укрыться. Бежал, торопился, да и налетел на вареника. Сидят пряник с вареником посреди полянки, каждый под своей кастрюлей, боятся пошевелиться. Наконец вареник набрался храбрости и крикнул. – Пряник, это ты? Но кастрюля и шум дождя изменили его голос до неузнаваемости. Поэтому пряник вместо «пряник, это ты?» услышал. – В яме кроты! – Что за кроты? – удивился пряник. – Вареник, это ты? – Варенье! Коты! – слышит вареник. – Что за варенье? – Откуда коты? – изумелся вареник. – Лучше мне домой вернуться. Пряник, наверное, дома остался. Пряник, не получив ответа, тоже к себе побежал. Мало ли, чего от кротов ожидать можно. Не буду вареника кротами пугать, – решил пряник, сидя дома и попивая горячий чай с овсяным печеньем. Скажу, что из-за дождя весь день никуда не выходил. – Не стоит прянику про котов с вареньем рассказывать, – подумал вареник, запивая зефир в теплом какао. А то еще испугается. А когда дождь кончился, пряник с вареником снова пришли на полянку, только уже без кастрюль. – Ну и дождь сегодня был, – сказал вареник. – Ой, из дома не выйти, – подтвердил пряник. – В такую погоду только кроты поле субегают, – заметил пряник. И коты с вареньем, – подтвердил вареник. Субтитры создавал DimaTorzok